На столичном Печерске у участника лизинговой схемы краш-авто с Евросоюз отжали бронированный автомобиль Mercedes-Benz G-Class War в законе Леры Сумского. Как сообщает детектив Инфо, инцидент произошел 30 апреля на улице Шелковичной. Как отмечает издание, около 12.00 здесь произошло выяснение отношений двух компаний, в результате чего телесные повреждения получил 50-летний уроженец Черновицкой области Юрий Савчук, имеющий славу элитного автодилера, к которому часто обращаются с вопросами приобретения железных коней украинские чиновники. По данным источника детектив Инфо, Савчука, ехавшего за рулем престижного гелика, встретила группа выходцев из Чеченской Республики Российской Федерации. Свободолюбивые сыновья Кавказа вытащили водителя из иномарки и с кулаками высказали ему претензии по поводу долговых обязательств. Когда чеченцы закончили профилактические меры с буковинским дилером, они покинули место происшествия на броневике, которым передвигался Савчук, говорится в сообщении. Но, как оказалось, чеченцы забрали у Савчука не личное авто, а иномарку, которую ему ранее передал для продажи. Один из самых авторитетных на территории Украины воров в законе Сергей Илосенко по прозвищу Лера Сумской. Поэтому не исключено, что теперь к ним могут возникнуть вопросы от оскорбленного корифея криминального мира. Слово и сам Савчук – довольно известная в узких кругах личность. Летом 2016 года он участвовал в собрании королей преступного мира и криминальных авторитетов в протеджном городке под Киевом, когда так называемую сходку накрыли правоохранители. Что же касается текущих проблем Юрия Савчука, то досадный инцидент на улице Шелковичной случился с ним вскоре после освобождения из-под стражи, где он находился с конца февраля 2020 года. Тогда Департамент внутренней безопасности нацполиции отчитался о задержании пятерых участников ОПГ, которые подозревались в 56 случаях присвоения автомобилей VIP-класса, до юрыбравшихся в лизинг на территории Европы, а фактически оказывающихся в Украине. Здесь иномарки перерегистрировали и продавали, используя словацкую компанию EUA Invest Groups и отечественные оптсель Госпостач ЧП Тихогропостач. Одним из мозговых центров лизинговой аферы следствия считала именно Савчука. По слухам, к его бизнесу на территории Евросоюз также может быть причастен вор в законе Сергу Глонти по кличке Гуга, который сейчас живет в Чехии. В качестве вероятной версии инцидента 30 апреля предполагают связь этого происшествия с разоблачением автомобильных мошенников и последующими убытками. Впрочем, это не единственная версия проблем Савчука. В частности, его избиение и отжим броневика другие собеседники, детектив Инфо, готовы связывать с возможными претензиями к мужчине из-за якобы совершения им сделки во время приобретения права собственности на земельный участок в одном из регионов Центральной Украины. Кроме этого, не исключается, что проучить уроженца Буковина могли дать указания из-за истории сложных взаимоотношений с Дмитрием Крючковым, народным депутатом Пятого Созыва и соучредителем скандальной кампании Энергосети, коррупционную деятельность которой изучали правоохранители. Сторонники этой версии напоминают, что после событий Евромайдана был момент, когда Крючков оказался в финансовом затруднении и под прессингом уголовного преследования. Поэтому, чтобы улучшить свое положение, он пытался продать элитную машину марки Rolls-Royce именно при помощи Савчука. Экс-нардеп передал автодилеру машину, но денег от ее продажи так и не дождался. Позже, когда он начал высказывать претензии в адрес Савчука, в том числе и через представителей криминального мира, Савчук также обратился за помощью к отечественным ворам в законе. Считалось, что конфликт должен был прекратиться после того, как Савчук передал королям преступного мира около четверти миллиона долларов для Крючкова. Впрочем, пришли эти деньги к бывшему парламентарию и устроила ли его эта сумма, неизвестно. Это был канал Crime Time, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.